Слава Малейкум. Сегодня ездили с братом у меня деньги 900 тысяч тенгентов в Каспочту. В общем, я был на улице, брат зашел в Каспочту, дал деньги 900 тысяч кассирше, спросил, сказал, сколько будет долларов. После чего она сказала, что будет 2000 долларов. Следующая девушка подошла и сказала, что у нас в наличии всего 1800 долларов. 100 тысяч вернули сразу, а с 800 тысяч высчитали 1800 долларов и вернули еще 26 тысяч тенге сдачи назад, свозь них денег. Дали чек, мы приехали домой, буквально через минут 20, пока мы приехали домой, ну 20 минут максимально, начались звонки от сотрудниц Каспочты с двух номеров, но разные люди. Якобы они дали 20 тысяч тенге лишним моему брату. На что брат им сказал, что посмотрите по камерам, вы ничего лишнего не давали. Они сказали, мы вызовем прокуратуру. Брат сказал, хорошо, вызывайте прокуратуру, мы приедем сейчас, помоемся, будем разбираться. После этого, буквально через полчаса, звонит на мой номер начальник Каспочты и говорит мне, приедете сюда, здесь якобы прокуратура будет, милиция, будем разбираться по камерам. Мы приехали туда, включили камеру тоже, зашли в кабинет к нему, там дальше все на видео видно. В общем, этот начальник мало того, что по телефону нас одманул, плюс сотрудница должна была прийти к начальнику, даже если там 20 тысяч примерно она ошиблась, это должен начальник был разбираться, да, позвонить, а как-то анонимно делать. Тем более эти деньги мы не брали. Это на камерах видно, и мы это докажем. Она всей Каспочте дала номер наш, они звонят, женщины, привезите деньги, в общем, весь вечер на нервах. В оконцовке мы приехали туда, в Каспочту, думали, что там прокуратура будет, взяли телефон с собой. Ну, нам начальник позвонил, думали прокуратура, сотрудники полиции будут. Пришли, прошли в кабинет к начальнику, в ночное время он у себя в кабинете нам прием организовал. Двери закрыли, Каспочты, и начал, возомнил себя судьей. Начал с нами, мы ему объясняем там на видео, что как, и что лишних денег они нам никак не могли дать. В оконцовке он начал там грубить, там на видео слышно, но плохо, послал на три буквы, в ответ тоже от меня услышал. Потом начал сзади бежать, кричать, что отключи камеру, будем разбираться как мужчина. Хотя мужчины в нем лично я не вижу, с его дерганными глазами и трясущимися руками, мне кажется, что его даже бить за подло. Даже трогать, такого трогать для меня, как-то, как женщина. Мужчины женского типа есть такие, ни мужик, ни баба. Кидаться начал там им. У меня вопрос, на каком основании он, они вообще клевету вот эту начали делать? Звонить с двух номеров разной женщины, вызывать нас туда, плюс начальник в ночное время у себя в кабинете приемы делать. У него что, полномочия такие есть? Мало того, что он нас обманул, вел в заблуждение, мы думали, что там полиция будет. Мы даже на камере просили, сказали, вызвайте полицию и прокуратуру. Будем разбираться сегодня здесь и сейчас решим этот вопрос. Так как мы не брали этих 20 тысяч, тем более меня вовнутри не было. Но почему-то он кидался именно на меня. Прошу вас, компетентные органы, провести расследование, узнать, на каком основании этот начальник вообще в вечерний приеме делать, кто его наделил такими полномочиями устраивать разборки. А я считаю, это была разборка и вымогательство 20 тысяч. Где с нас? Лично с нас. Это первое. Второе. Разобраться, почему их кассиры, кассу, когда принимают и сдают, не считают правильно, значит, деньги. Значит, у них крупная недостача, там 100% вылезет. Раз они к концу вечера, она узнала, что 20 тысяч, она лишних дала. 20 тысяч лишних она нам не могла дать. Это 100% не ошибутся они. Они мне 500 нигде не додали где-то месяц назад. Не было, говорит, 500 нигде у них якобы не было. Там на камерах даже можно проверить, 100 долларов я менял. Я постоянно меняю доллары там. В общем, суть видео такова. Прошу прокуратуру возбудить уголовное дело. Заявление мы написали уже. В отношении данных сотрудниц за клеветом. А мы это докажем. И в отношении данного начальника Коксуйского, Коксуйской коспочты. За его вот эти вот разборки, за его адман, что там уже прокуратура, и мы приехали, поверили ему, так как мы знаем, что мы не брали и не виновны ни в чем. И за то, что он там и кидался. То, что он надел костюм, это не издать, что он стал человеком. Всем удачи. Надеюсь, что разберутся и доведут вплоть до уголовного увольнения. Заявление, кстати, начальник вам отдельно говорит. На вас заявление написано за клевету, это первое. Второе, за то, что вы там и кидались, и за то, что вы позвонили не брату, а мне на телефон. Всем удачи. Будем ждать дальнейших разбирательств.